Далее рабочая поездка Акимобласти Олеискалиева продолжилась в Бурлинском районе. За один день он посетил целый ряд производств и строительных площадок. На сегодня в районе решается вопрос управления отходами на очереди канализационной системы города Аксай. Пятый микрорайон в городе Аксай с населением 8,5 тысяч человек был основан 30 лет назад. Здесь 32 многоэтажки, 3 социальных объекта. За это время впервые в нем проводится благоустройство дворов и территорий, которые завершатся в следующем месяце. Первый день, конечно, как вы сейчас видите, мы стоим на аллее, 400 метров аллея. На нем посадили цветы, установили уличное освещение на аллее, 15 опор. Также проводилось асфальтирование дворов, дворовых дорог в микрорайоне, это 4 тысячи метров. Тротуар, установка тротуаров из площадки, тротуаров из асфальта и расширение автостоянок. В рамках договора подрядчик установил в микрорайоне 11 контейнерных площадок для сбора мусора. Подобная работа начата в 10 микрорайоне, нуждается в благоустройстве и 4 микрорайон Аксая. С населением как-то обсуждали до этого, что здесь нужно делать? С населением мы и встречались, и с председателем КСК, и с населением. Именно проект составлен на 70% по пожеланию населения. То, что сейчас сделали, это пожелание населения. Есть практика других городов, они прямо с КСК выбирают одного или двух ответственных, им под роспись, все, 3-5 лет мы сюда не подходим, вы сами организовываете игры, следите, чтобы взрослые на качелях не катались и так далее. Если у вас такого нет, то тоже надо сделать. Тогда будет, ну и у людей ответственность будет, и то, что сейчас за счет бюджета делается, оно намного больше прослужит. Совсем скоро на окраине города вырастет и новый микрорайон. Строительство первой многоэтажки почти на конечной стадии. Ее начали возводить в ноябре 2018 года. Здесь разбивка по финансированию была на 3 года, плановая. Деньги областные, поэтому сколько денег было, мы их осваивали. Ну вот в этом году хорошо, деньги до конца выделили, значит, мы его сдадим. А в Киемом области были сделаны замечания по лестничной клетке. Она у нас в монолитном исполнении, облицовывается керамической плиткой. Можно было сделать из готовых лестничных маршей. В результате мы бы сэкономили часть средств. Внутренняя отделка, благоустройство территории и, главное, доступность жилья для рядовых жителей, эти вопросы были главными во время инспекции строительства. Сейчас уже начали чистовую отделку, вставим двери, после этого второй слой шпаклевки. Уже все натягивается, когда будете? Да, линолеум мы сейчас, он немножко отлежит, высохнет, разлет, потом наклей и плинтусить будем. Темпы работ на соседней стройплощадке значительно уступают, но до конца года подрядчик обещает сдать девятиэтажку в пользование. Задержка из-за чего идет? У нас задержка была из-за чего рабочие заболели. Восемь человек сразу автоматом заболели. Я переболел. Из-за этого чуть задержка произошла. А так мы нагоним. Как по срокам мы в срок уложимся. Активенская компания? Да, да, да. В прошлом году за 97 миллионов только делал конданта. Низ мы залили. Мой. То есть по факту выделения денег вы выполняли работу, да? Да, да. Строительство самого большого жилого дома на 198 квартир началось в текущем месяце. Проект, переходящий на следующий год. На данный момент мы роем котлован, устанавливаем ограждение. Дом будет Г-образный, состоит из двух корпусов. Это одна, двух и трёхкомнатные квартиры. По поручению Акима области в районе проведена комплексная работа по управлению отходами. За полигон твёрдых бытовых отходов взялись всерьёз. Его территория увеличена до 19 гектаров. Участок полностью оградят и установят на нём сортировочную линию. Сортировочная линия будет установлена в ангаре. Её мощность 25 тонн в сутки. Шесть человек будут обслуживать. Сортировке подлежат четыре вида отходов. В нескольких районах города имеется раздельный сбор мусора. Это поможет рабочим. Я был здесь осенью прошлого года и давал поручение решить вопрос с мусором. Что изменилось с тех пор? Сейчас мы провели грунтование большей части полигона. Установили горение. Сейчас до сих пор много людей приходит в поисках металлолома. Самовольно выбрасывают мусор. После полного ограждения по периметру установим видеокамеры. Никого не будем пускать. Второй полигон откроем на другой стороне дороги. Сейчас готовим технико-экономическое обоснование. В декабре оно пройдёт экспертизу. До тех пор будем работать на этом старом полигоне. В плачевном состоянии находится канализационно-очистная система города. Одна её часть не работает, использование другой неэффективно. Главе региона предложили новый проект, который требует больших финансовых вложений. Станция предполагаемая новая технология, которая позволяет очищать эту воду до качества, позволительное для полива, для использования на вторичных использованиях. И состоит из двух частей. Первая – это передачистка вода с септиком, которая поступает, на которую образуется как раз этот метан, что, возможно, послужило вот этой трагической ситуацией. То есть септика будет привозиться сюда, она будет нейтрализовываться и поступать вместе с общим потоком на станцию очистки, в которой предусмотрена механическая очистка, биологическая очистка, выносные ультрафильтрационные системы фильтрации и системы снижения солевого состава, обратно-осматические блоки, которые позволяют подсоленную воду, приходящую на вход, получать требуемое качество для сброса, для полива. Проект, нужный для моногорода. Решение будет принято после тщательного изучения, ответил Галий Скалиев. Далее Аким побывал на производстве железобетонных конструкций и изделий, ознакомился с деятельностью завода по производству изделий из пенополистирола, обещал содействие в решении проблем с субсидированием новому проекту по развитию молочного направления в районе.